Добрый вечер, уважаемые абитуриенты и их родители. Сегодня мы встречаемся с Институтом Экотехнологии и Инжиниринга. Я директор Института Травянов Андрей Яковлевич, и на сегодняшний наш вебинар я пригласил наших выпускников, которые реализовали себя в бизнесе. Это директор компании «Норд Инжиниринг» Кузнецов Александр Владимирович и директор компании «Карфидов Лаб» Васильев Михаил Турев Владимирович. Как раз это те люди, находящиеся на острие развития малого и среднего бизнеса, понимают востребованности в выпускниках, которые будут через ближайшие четыре года. И мы сегодня будем говорить о бакалавриате, о тех направлениях, о формах обучения, о дисциплинах, которые существуют, о перспективах и вообще о том, чем занимаются наши студенты, обучаясь в Институте Экотехнологии и Инжиниринга. И мне бы хотелось сказать, что когда мы говорим о технологиях, когда мы говорим о безопасности технологии, мы говорим о экологии, о воздействии на окружающую среду технологий, мы всегда говорим о способности реализации их. И в последнее время очень модно говорить о цифровом производстве, о цифровом заводе. И вот картинку разложил я на четыре уровня. Если посмотреть, вот нижний уровень – это как раз уровень, где находится производство, находятся агрегаты технологические. И вот верхний уровень, четвертый уровень – это уровень управления предприятиями. И в цифровом заводе и в управлении заводом как раз появляются еще два слоя, которые… Вот второй слой – это оптимизация технологических процессов, и третий слой – это дисциплинаризация, ну, по большому счету логистика, которая обеспечивает оптимальные условия работы на производстве. И все это производство, и любой человек, связанный с технологией, должен обладать теми или иными компетенциями. И в наше время мы уже говорим о том, что мы готовим, мы – институт технологий, мы готовим для не только производства, не только создания нового производства, но и реализация различных проектов, необходимых для качества жизни человека. Ну, если уж так не быть скромным в этом отношении, то есть мы готовим психологический спецназ, по большому счету. И наша концепция в том, что в любых условиях, в любых поставленных задачах при реализации определенных проектов вписывается наш выпускник, неважно какая-то задача, связанная там с металлургическим производством, с машиностроительным производством, с организацией производства на Луне, на Марсе, как бы все равно, то есть здесь и говорится о том, что базовое образование, которое есть фундаментальное, плюс примеры, которые рассматриваются по прикладным процессам, реализованных на основе этих знаний. И вот, как бы, человек, который попадает в чистое поле, в чистом поле может организовать производство, если не вести команда, он в чистом поле не только производство, но и эффективное производство. Но это называется сейчас модным названием «Гринфилд», когда создание производства с организацией всех необходимых ресурсов материальных, энергетических, человеческих, обеспечивающих качество получаемой продукции. И путь, который проходят наши студенты, это бакалавриат, министратура, аспирантура, вы пришли к тому моменту, когда выбираете первый этап своего обучения, бакалавриат, это четыре года. Два направления, которых у нас есть укропненных, это можностроение, технология, материалов. И, как бы ни странно звучали названия специальностей технологической машинобороны металлургии, в мировом рейтинге академических вузов наш университет входит в сотню университетов. И качество образования по металлургическому инженерингу оценивается не только академическими вузами, но и работодателями, которые имеют у себя в научных коллективах, в трудовых коллективах именно наших выпускников. Мы проходили различные пути предоставления возможности обучения студентов в нашем университете. Классический вариант, который был в свое время, университеты подходили по принципу «учим тому, чему хотим». Мы перешли к принципу, когда студент учил, что хочет, выбирал свои траектории обучения, и работодатель нас поправил и сказал, что в сложившихся условиях, когда определены тренды развития и машинстроения металлургии, есть определенные востребованности компетенций выпускников, допустим, нашего университета. И мы с их помощью создали эти треки, которые у нас и начнут реализовываться с этого года. И причем это треки, которые базовые, они могут меняться в процессе обучения, и они сформированы на получение конечного результата. Вот логистика и экодизайн индустриальных технологий, технологии производства цветных и редких благородных металлов, перспективные функциональные порошковые и диативные материалы и покрытия, технологии пластического деформирования материалов, инновационные технологии литейных процессов, металловидение цветных металлов, инновационное производство сплавов, инженерных оборудованных технологий, высокотехнологичные комплексы пластической обработки металлов и сплавов. То есть это треки, которые обеспечивают основные тренды развития. Жизнь наша движется вперед, мир вокруг нас меняется, и мы могли бы на примере спросить у Александра Владимировича. Александр Владимирович, когда мы говорим о бакалавре, какой бы для вас, для вашей компании, какой бы вы заказали у нас трек? Понятно, в магистратуре там своя история, вот именно в бакалавриате. Трек, который был бы необходим для нашего выпускника и приходящего к вам на работу через четыре года. Вы же понимаете через четыре года, какие будут востребованности в мире по производству цветных металлов и сплавов? Вы сказали, вот я знаю точно, что будет. Ну, давайте так. Абсолютно точно сейчас необходимо на уровне бакалавриата заложить в ребят набор определенных базисных знаний, которые впоследствии они могли бы развивать в себе. Ну, наверное, из таких, что называется, которые сейчас в моде, это абсолютно точно программирование. Это тот навык, который нужен абсолютно всем, наверное, в современном мире, особенно если говорить о молодом поколении. По какой причине? По причине того, что все так или иначе начинает отцифровываться, мы максимально цифровизуем вообще свою деятельность, в том числе и проектирование, в том числе и, скажем так, виртуальные эксперименты, которые на текущий момент уже исключительно лабораторной плоскостью переходят в том числе и в цифровую плоскость. Соответственно, абсолютно точно человек должен иметь возможность поработать немного руками, то есть ребята должны понять, как трансформируется вообще, в принципе, мысль, которая была зареждена в части, допустим, создания технологий, должен пощупать ее руками, почувствовать, как она, скажем так, реализовывается. Ну и впоследствии, наверное, обязательный навык, это вот как раз-таки математическое моделирование. Это, наверное, очень близко к программированию, но, наверное, не совсем то. Я говорю, наверное, больше о моделировании технологических процессов. Вот, наверное, это такие очень важные вещи. Ну, конечно, классическую базу никто не отменял. Физхимия, физика, математика, да, то есть это то, что дает основу. Ну, вот я, наверное, озвучил такие ключевые вещи, об этом, конечно, наверное, еще можно долго говорить, но вот я считаю, что это наиболее востребованные навыки. Это числе дисциплины, но вот как вот название трека? Вот приходит к вам баклавр, вот я закончил вот такой-то трек, вы наш. Ну, это, наверное, базис на трек технолога, да, то есть человека, который умеет созидать, который умеет сформулировать мысль, да, о, скажем так, поиски того или иного решения, да, там, в промышленности, и умеет довести эту мысль до, скажем так, реализации. Наверное, немного размыто, но это вот базовый трек, который нужен. То есть созидателя, который умеет мысль довести до условно-красной ленточки, когда, допустим, запускает какое-то предприятие. Вот этот навык такой комплексный, чтобы человек понимал из всех, как говорится, компонентов, как пройти этот путь, это очень было бы востребовано у нас. Ну, так как мы с вами долго по этому общаемся, поэтому трек технологии производства цветных редких буровых металлов, это то, о чем вы говорите. Это очень близко, это очень близко, да, но, видите, тут этот трек, наверное, исключительно в плоскости висит металлургия, да, именно цветных металлов. А если говорить о технологии современной горно-металлургической отрасли, это немного шире, в том числе есть и то же самое обогащение, да, есть и добыча. И вот, наверное, вот это вот комплексное понимание, когда человек понимает о том, что что-то зарыто в земле, и как это по итогу превратить в металл, да, как осуществить эту технологию. Вот этот навык был бы очень кстати. Причем мне бы хотелось отметить, что технология в данном случае это не какая-то жесткая привязка к какой-то там отрасли цветная, там, черной металлургии, либо что-то еще. Это история про то, чтобы человек обладел навыками, как трансформировать свою мысль, идею, которая у него возникла в голове, в что-то, что можно по итогу пощупать. Вот именно базовый навык на уровне бакалуриата, мне кажется, это то, что необходимо реализовать. Потому что впоследствии, поступая в магистратуру, можно уже этот навык затачивать как раз-таки для конкретной области, да, там, для того, допустим, потенциального предприятия, где бы выпускнику хотелось бы работать. Ну, это как бы мнение металлурга, а вот мнение машиностроителя. Михаил Владимирович, ну, чего вам здесь не хватает? Ну, если так немножко даже попробовать пойти от обратного и посмотреть, какие бывают вакансии, и как-то сопоставить треки с теми вакансиями, кем человек может работать. Вот, скажем, если он планирует работать инженером-конструктором и идет на вакансии инженера-конструктора, причем хорошего, современного, который обладает каким-то набором современных действительно средств производства и понимает о том, как можно что-то сделать и где можно что-то достать, тем более сейчас, это специальность инженерного оборудования и технологий. Затем инженер-технолог – это пластическая деформация. То есть вот ПДСС – технологии пластической деформации металлов или высокотехнологичные комплексы пластической обработки. Это очень похоже на инженера-технолога, тем более, что, как я знаю, у нас в университете и на факультете, в институте есть возможность изучения и ЧПО обработки, и разных остальных технологий обработки металлов и материалов. Из того, что здесь, возможно, не хватает, действительно, если связываясь с программированием или с электроникой, здесь не хватает какого-то трека, который бы готовил таких, ну, не отраслевых, а больше универсальных инженеров-электронщиков. И если бы здесь был, ну, даже вот просто сопоставить трек с вакансией, здесь, наверное, не видно пока, по крайней мере, прямо такого трека, который бы, ну, после которого можно было бы работать инженером-электронщиком непосредственно. Тут, скорее, все эти программы охватывают более такое общее поле деятельности в целом. Но от себя добавлю, что качество и навыки инженера-электронщика сейчас, они очень сильно определяются тем, как он взаимодействует с внешним миром, ну, или с коллегами, или с заказчиками, с товарищами по команде непосредственно. И поэтому, если мы берем базовое образование как бакалавриат, то, несмотря на то, кем бы это ни хотелось стать в будущем, там, электронщик, конструктор, дизайнер, или технолог, или менеджер, скажем, все равно необходимо на базовом уровне разбираться в каждой из этих технологий. Поэтому здесь, скорее, вопрос выбора не специальности, кем планирует человек работать, а области, в которой он планирует развиваться и работать. Если изучить у нас в бакалавриате какой-либо из этих программ, то можно уже в дальнейшем выстроить свою жизнь по определенной специальности на выбор студента. Ну, в принципе, как бы мы угадали из-за нашей плотной работы с универсальными партнерами. Ведь у нас студенты проходят практику у наших партнеров, начинают заниматься наукой у наших партнеров. И здесь всегда возникает вопрос у наших партнеров, что мы узнаем за время учебы. Мы всегда говорим, что мы от них ждем. Но понятно, что когда мы готовим технологический спидназ, как я назвал, очень важны фундаментальные знания. Математика, химия, физика. И все, что потом производная, как Александр Владимирович сказал, что важна физхимия. Понятно, что и в области новых материалов. Те дисциплины, которые есть в этом блоке, это узнают про передовые материалы, используемые для новопроизводственных процессов. Ну и сами новые производственные технологии, они подразумевают все, что вы ожидаете от наших выпускников. И это связано и организацией управления производством, многомерное моделирование, интеллектуальная система управления производством, оборудованная технология формообразования изделий. Это как раз и литейное производство, и пластическая деформация, и ЧПУ, и аддитивные технологии. Ну и, соответственно, оборудованная технология автоматизации производственных процессов. Это как раз уровни, находящиеся выше уровня агрегатов и оборудования. И чего здесь я не показал, сознательно-несознательно, все, что вы говорите, мы уже выполняем в части их IT-знаний наших абитуриентов. У нас вообще в университете появилась цифровая кафедра, и наши студенты проходят специальный курс по цифре. Они получают дополнительные дисциплины по логерметизации, по работе с базами данными и по программированию с использованием пакетов, научных пакетов этого языка. То есть у нас год студенты обучаются дополнительно этим компетенциям, и уже не будет проблем с нашими технологиями, которым надо будет запрограммировать VR-систему, которая будет контролировать технологии процесса. Допустим, Александр Владимирович, вы же учились? Учились. И какую бы вы хотели взять ту дисциплину, которую вы изучали в свое время, вы ее бы перевернули, вы бы пришли и преподали ее по-другому? Может ли там базовые, фундаментальные, прикладные? Если говорить о переосмыслении тех знаний, которые нам преподавали. Сегодня я считаю, что тогда мне надо было по-другому рассказать, и я стал бы руководителем не среднего бизнеса, а большого бизнеса. Еще не вечер. Еще не вечер, да. Ну, наверное, я так скажу. По сутевой части тех предметов, которые мы изучали, я на самом деле бы, ну, за исключением максимально информации, которая бы отражала сегодняшний день, честно говоря, ничего бы не менял. Очень важно было, на самом деле, в тот момент, когда мы учились, попытаться нам рассказать, для чего мы учимся. Вот это, наверное, очень сильно не хватило, да, потому что нам как бы приходили на предметы, нам рассказывали, мы постигали эти знания, и только уже потом, когда я начал свою профессиональную деятельность, весь этот пазл сложился в кучу. И, наверное, еще вот такой отсечкой был именно диплом, когда ты разные уже компетенции, которые ты получил, да, начинаешь складывать в одну единую картинку и что-то вырисовывается. Наверное, бы хотелось, на самом деле, не сильно менять сутевую составляющую самих предметов, а в самом начале попытаться вот именно сформировать вот это верхнее уровень понимания, где мы находимся сейчас, куда мы придем, и как эти знания потом впоследствии вы будете применять. То есть нам не рассказали, как мы будем пользоваться этими знаниями, которые мы приобретали в процессе обучения. Вот это было бы очень, на самом деле, на мой взгляд, важно понимать, что вот этот предмет тебе понадобится там для того-то, для того-то. Если ты его будешь знать хорошо, да, он там, условно, напрямую будет влиять на уровень твоего даже просто банально финансового достатка. Потому что если ты там плохо учил физхимию, значит, ты плохо будешь понимать процессы, которые протекают в технологическом оборудовании, да, в печах, в ямкостях, во что угодно. И тогда, собственно, претендовать на что-то большое с точки зрения заработной платы сильно не придется. Вот, наверное, вот это я бы добавил. Ну, есть такая технология методическая, вот. И вот Михаил Владимирович расскажет, мы пригласили его, пошли на эксперимент, пригласили работодателя из реального сектора, чтобы он для будущих конструкторов, разработчиков машин и агрегатов преподал инженерную графику по-другому. То есть то, что сейчас ребята готовят, делают на первом курсе, это как бы обычно мы от них жидаем на четвертом курсе. Михаил Владимирович, ну-ка расскажите, что вы там сотворили с учебным процессом. Да. В рамках дозволенного, конечно. Да, да. Действительно, инженеральная графика сейчас кардинально отличается от того, как мы ее проходили, когда были студентами сами, потому что до этого был больше уклон в такую фундаментальную, начертательную геометрию больше. То есть длилось очень много внимания тому, как правильно построить точки, прямые, понимание какого-то пространства трехмерного и таких сопрягающих функций. На самом деле сейчас все практически студенты и все школьники знакомы так или иначе с 3D-моделированием, ну, через компьютеры или через какие-то еще моменты, через виртуальную реальность, через телефоны, им гораздо проще представить, как выглядит та или иная деталь уже сразу нарисовав ее компьютерами. И настолько нужно сейчас изучать чертежи и изучать какие-то моменты по фундаментальным старым основам, хотя это тоже, безусловно, очень важно, особенно на этапах серийного производства. Сейчас фокус, наверное, в мире сместился больше в скорость. То есть сейчас нужно как можно быстрее что-то спроектировать, проверить, понять, что ошибся, исправить, по новой произвести недорогими способами и всем остальным. Мы сейчас как раз таки в эту плоскость двигаемся. Мы на нашей кафедре, на которой и я в том числе веду пары, на кафедре инжиниринга оборудовали непосредственно лабораторию, в которой есть все основные технологии производства, которыми сейчас можно пользоваться для того, чтобы сделать свой прототип. Это и 3D-печать, это и лазерная резка, и фрезеровка, и ЧПУ-станки. То есть абсолютно весь спектр необходимых технологий. И еще из плюсов студенты могут практически постоянно ими пользоваться. То есть это не какая-то лаборатория, которая закрыта на замок, в которую невозможно попасть. Это именно такое студенческое сообщество, которое самостоятельно, даже с минимальной помощью преподавателей, скорее в плане направления, как лучше двигаться, развивается и изучает эти технологии производства. Самостоятельно их развивает. Мы идем ему на встречу, мы покупаем оборудование, которое необходимо, мы развиваем эту лабораторию, и мы стараемся, чтобы студент уже на первом курсе мог что-то, что он придумал и что-то, что он разработал, произвести и испытать. То есть для нас это главный приоритет. Чтобы он увидел, что что-то, что родилось в его голове, может быть изготовлено и уже испытано, и понимал, сколько это стоит, как долго это делается, какие могут быть с этим сложности, в чем могут быть проблемы по взаимодействию с другими какими-то специальностями или с другими специалистами. Поэтому здесь мы больше сместились в практику. Мы отошли от теории, причем довольно существенно, и стараемся развивать больше практическую направленность наших ребят для того, чтобы при устройстве на работу, после получения диплома, они могли не просто показать корочку, они могли именно рассказать свой опыт участия в настоящих реальных проектах, за которые платят деньги, которые сделаны для определенных компаний, которые востребованы и тем самым быть на рынке очень даже конкурентными и превышать конкуренцию и заявлять о себе в вакансиях. Ну вот сейчас я как раз… Почему вот этот пример, как все красиво сказано. Ну вот тот случай, когда приходит первокурсник и говорит, вот у меня есть деталь, 3D-деталь, я хочу ее напечатать. Вот все, я готов напечатать. Ему дают доступ к 3D-принтеру по пластику, он его печатает, у него не получается. И ему объясняют, почему не получилось, то есть где он сделал ошибки. Вот его говорят, вот ты здесь не так сделал, здесь не так, здесь не так делай. И тогда у него получается. То есть вот как раз он видит результат, что у него не получилось, и тогда ему помогает. То же самое, когда в случае девочка, она захотела сделать брошь, и для того, чтобы сделать, соответственно, нужно использовать претензионное литье. И она уже понимает, на первом курсе, пришла на кафедру, где занимается литейным технологиям, то, что надо сделать, что такое литье, какой надо материал использовать. То есть вот как раз идет от того, что… То есть не мы заставляем изучать, а вот тебе это потом пригодится. Да, зачем Мария Ивановна, может, были тройные интегралы. Нет, то есть вот объект, который он хочет сделать, и чтобы научиться, он это делает. Такая внутренняя мотивация. Да, внутренняя мотивация. И самое главное, мы же там маленьким детям, у кого они есть, конечно, мы же им разрешаем делать ошибки, если это не сопряжено с каким-то, с нарушением качества жизни. И здесь то же самое. Мы, они на простых объектах, на простых машинах, там, на принтерах, они… Мы учим, позволяем ошибаться. То есть мы им даем право на ошибку. Учим, как это… И они в процессе вполне как бы себя хорошо адресовывают. Но то, что вот для нас важно в том, что когда мы хотим с ними или они хотят, и мы участвуем с ним, здесь важно, чтобы вокруг них была не только инфраструктура, то, что она у нас есть. У нас есть центр «Аркад». У нас на кафедрах есть лаборатории, которые создаются. У нас есть уже и наиболее современные, как бы, высокого класса инженеры-центры, где производственное оборудование стоит. У нас есть специалисты, которые помогают, как вы, из реального сектора экономики, приходить и говорить, вот… То есть нам нужно, чтобы вы были такие, и ребята стремятся быть такие. Вы еще им, как бы, и стипендии платите, когда пытаетесь мотивировать их, чтобы они учились хорошо. Мы приглашаем ведущих ученых, которые им рассказывают про новые материалы, про новые технологии. Ну, а персональный подход, вот в данном случае, для нас очень важно, потому что наши студенты, будущие выпускники, они не растворяются в общей массе. Они знают, к чему они стремятся, потому что их трек, он рассчитан на конкретного потребителя. Он его выбрал. Большое количество у нас работодателей, которые ожидают наших выпускников, там, к 2000 уже этот, перечень, и разные компании, и специфические, и массовые. Ну, то есть, ну, если его наш будущий выпускник выбрал, он как бы с ним реализует. Но с ребятами работать непросто, потому что у всех свои желания, они не все одинаково мотивированы, не у всех одинаковые знания. Но понимая, что их ожидает в будущем, мы вводим специальные, там, курсы, которые позволили бы им познакомиться с цифровым производством. Вот у нас есть хороший пример, но, по крайней мере, то, что мы делали с ребятами, как бы не по желанию, а просто их привели в центр ArtCAD, их познакомили с технологиями 3D-печати, научили делать 3D-проектирование, рассказали про технологии лазерной и фрезерной резки, и они потом выполняли командный проект. Вот, и причем командный проект, то есть создание изделия. Да, очень непросто в такой работе компании, но вот у нас есть другой пример, это в части инженеринга, в части технологии. Александр Владимирович провел у нас эксперимент, когда тоже отобрал ребят, которые в лаборатории работали в реальных проектах. А вот почему вы решили, что взять не готового бакалавра, чтобы он работал в вашем проекте, а тот, который еще учится. И причем как бы с непростыми компетенциями, как бы не в вашем понимании то, что вы ожидали от него. Человек, наверное, с хорошим знанием по химии, но не металлург. Основной момент какой? Почему мы, собственно, делаем ставки тех ребят, которые еще не закончили обучение? Они еще находятся в процессе, у них есть возможность чуть-чуть скорректировать свое понимание того, как им нужно развиваться. И на самом деле нет ничего плохого, что изначально человек может быть не заточен под то, чем мы занимаемся. Наоборот, у него, что называется, нет шор никаких, его взгляд ничем не замылен. На самом деле, чем моложе человек, тем больше его возможностей с точки зрения того, чтобы увидеть что-то, что не видят те люди, которые этим уже давно занимаются и могут не замечать каких-то возможностей, которые вот под носом, потому что им кажется, что уже все давным-давно известно, и тут нечего придумывать. Придумывать есть всегда что, жизнь это показывает, мир развивается. Если вспомнить, 50 лет назад никто не думал, что мы дойдем до того, что у нас компьютер будет укладываться в карман, и мы можем делать те вещи, которые 10, даже 15 лет назад мы на стационарном компьютере не могли сделать. Поэтому привлечение именно тех ребят, которые находятся еще в стадии обучения, на мой взгляд, наиболее перспективно с точки зрения, опять же, формирования их понимания того, как нужно развиваться. Мы можем заложить в них те ценности, которые, скажем так, исповедует наша компания с точки зрения нашего творческого подхода к тем, чем мы занимаемся. Потому что разработка технологий – это вещь такая очень специфичная. Иногда нужно думать не так, как думают все, и именно в этом можно найти то самое решение, которое давно все ищут, но, так сказать, не могут к нему подступиться. Поэтому свежесть взгляда людей иногда абсолютно из других областей позволяет решить какие-то сложные задачи, над которыми люди уже бьются очень долгое время. – Ну, вот как раз тот вариант, когда не важно, следующая ступень обучения, она может быть со сменой направления, и эти люди уже, обучаясь раньше по IT-специальностям, по горным специальностям, по технологическим, они уже обучаются у нас в Министературе на металлургических направлениях. И когда мы говорим о концепции цифрового производства, то есть мы ребят ведем в курсы цифрового производства, наша инициатива переросла уже в другую стадию. У нас в прошлом году тогда первокурсники, сейчас они уже второй курс, пришли и сказали, мы хотим создать конструкторское бюро. Михаил Владимирович, как у вас теперь с особенным временем по работе со студентами, студенческим конструктором бюро? – На самом деле, ну, этот, так скажем, пример, он очень показательный и очень хороший. Изначально наша компания, ну, вот, как «Трофидов Лаб», она была как тоже олимпиадный кружок. Это, ну, не совсем конструкторское бюро было, но олимпиадный кружок. Мы просто учились моделировать и ездили по олимпиадам. Сейчас ребята, которые на первом курсе, кстати, в большинстве девочки, что удивительно, ну, несмотря на то, что это такая инженерная специальность и все остальное, они действительно выступили со своей инициативой основать студенческое конструкторское бюро. Казалось бы, для нас это что-то, ну, дополнительное, что нам сильно не упрощает жизнь, и что для нас такая дополнительная нагрузка. Ну, не совсем так, потому что мы как компания уже, ну, конечно, мы все равно в душе еще как студенты, на самом деле, все наши сотрудники, но, тем не менее, у нас уже выросли и заказы, и клиенты, ну, и к нам обращаются еще и небольшие заказчики с небольшими просьбами. И сейчас все эти работы, ну, не все, некоторые из этих работ с успехом уходят на студенческое конструкторское бюро и получают прекрасные отзывы. То есть мы получаем прекрасные отзывы от заказчиков о взаимодействии с такими активными ребятами, как обычные студенты. И, кроме того, сами студенты отлично учатся коммуницировать с заказчиками, понимают свою ответственность, уже знают, каким образом, где-то сгладить углы, где-то наоборот, что уточнить, в какой момент, ну, как выстроить механизм и методику общения с клиентом. То есть у них уже на первом, на втором курсе появляются необходимые навыки, которые обычно человек даже не в университете получает, а уже поработав на какой-то из должностей, ну, из должностей. И, кроме того, все это, то, что они делают, уходят к ним в портфолио. Я вот еще раз повторюсь, то есть, закончив кафедру, они могут сказать, что в составе студенческого конститутовского бюро были выполнены такие-то и такие-то проекты. Вы их можете видеть в таких-то сайтах, в таких-то компаниях, можете видеть фотографию на улице, допустим, или еще где-то. Это очень важно, ну, я недаром на этом акцентирую внимание несколько раз, потому что сейчас даже по своему опыту скажу, при приеме на работу, при вакансиях все смотрят на опыт. Сейчас образование, оно, естественно, тоже важно, но, опять же, это важно, наверное, смотреть на те вузы, где есть такой подход к обучению, то есть, если человек закончил МИСИС, понятно, значит, он выпустил людей, которые, если что, умеют как-то быстро сориентироваться, то есть, они не просто выпускают одних и тех же людей десятилетиями, а могут гибко построиться под рынок определенный. И студенческое конструкторское бюро это очень хорошо олицетворяет собой, то есть, ребята точно так же у них прямой доступ к нам в компанию, мы уже бок о бок с ними трудимся, общаемся с довольно высокопоставленными людьми, несмотря на то, что это еще раз просто второй курс. И благодаря индивидуальным трекам и вообще механизму того, как выстроен процесс обучения в университете, студенты во время работы в этом бюро, они не так сильно, их тянут другие проекты, потому что, на самом деле, действительно, первые курсы и вообще бакалавриат скорее нужен для того, чтобы выбрать то, что тебе нравится. Вот я, допустим, поступил на металлургию и не знал, что мне нравится 3D-моделирование, вообще не знал, что такая штука, она есть в целом, но мне она понравилась и я уже скорректировал свой, так скажем, трек еще даже в те времена и закончил магистратуру уже именно на кафедре инжиниринга. И таким образом более-менее у меня выправилось мое желание с моими возможностями, то есть с тем, что я хотел бы видеть в себе в дальнейшем. А ребята из студенческого конституционного бюро, они уже на втором курсе фактически сделали свой выбор и сейчас они развивают именно эти свои навыки, которые им уже нравятся. Они уже понимают, чем хотят заниматься в будущем и совершенствуют себя и окружающих вокруг. И умеют работать в команде, работать с клиентами, заказчиками, сотрудниками, коллегами со всеми остальными. Как раз, Михаил Владимирович, то, что вы говорили, вам не хватает в бакалавриате, не хватает изучения нашим студентам электроники. Как раз в СКБ, там все это перемешалось в том смысле, что сделали они мастер-класс для школьников, новогоднюю игрушку, просто новогоднюю игрушку напечатать, это неинтересно, давайте она будет реагировать. Например, поместили в нее электронику. Съездили ребята на хакатон или на робот, нет, на робот с роботами. Сделали робота. И вот здесь как раз качество у председателя Константинского бюро в том, что можно пойти путем изучить всю эту мехатронику, робототехнику, либо пригласить в команду СКБ те, кто учится в ИТКН или кто там учится в институте материаловедение. И вот коллектив, то есть я уже, когда прихожу в СКБ, я уже не вижу разницы между нашими студентами и студентами других институтов. То есть видно, что эта команда готова реализовывать различные проекты. И я уверен, что следующий этап обучения будет в институте технологий и ребята, которые нашли свой путь жизни. И когда я спросил у председателя СКБ первый курс, который поступил в 2022 году, сколько человек прошло через студентское служб бюро, они пригласили, и оказалось, что весь первый курс, который пришел, он прошел через СКБ. Кто-то остался, кому-то стало интересно, кому-то пока еще не интересно. Они, ну, позарослеют, и им достаточно тех занятий, которые есть по самореализации. Но вот это такой естественный отбор, то есть будет первый этап, второй этап. Я понимаю о том, что такое сообщество ребят из студентского служб бюро, оно позволяет создавать хорошие команды, и мы поддерживаем их в этих начинаниях. Не заставляем. Идея замечательная. Десять лет прошло, мы тут вспоминали, когда было предыдущее студентское служб бюро. Десять лет назад. Ребята, которые эти команды прошли, руководят различными компаниями, малыми, средними, и вполне хорошо себя чувствуют. Поэтому хорошая закалка. Мне приходится их отправлять домой, чтобы они не проводили круглосуточно время в лабораториях. Ну и тоже очень важный вопрос, который есть у наших абитуриентов. Где и кем я смогу работать? Ну, значит, предложений большое количество. Сами абитуриенты могут выбрать себе цель и создать себе трек. Есть у нас специальные страницы на сайте, которые позволяют по своим компетенциям отобрать того, как только хотим. Но мы ребят направляем на то, что они… Ну, мой принцип, если абитуриент выбрал, миссис выбрал котех, то он уже не банально лучше всех. И он… у него есть цель в жизни, и мы ему поможем ее достичь. Этой цели, если он будет работать. И вот все вот эти студенческие сообщества, технологические, там, культмассовые, они позволяют вместе со знаниями получать и так называемые soft skills, позволяющие работать в командах. Ну, и как результат, их могут взять промышленные холдинги, ведущиеся специалистами, руководителями проектами, менеджерами проектов, консалтинг-компании, руководителями проекта, направления. Ну, партнеры – это… тут надо еще подучиться. И вот, что очень важно, когда наши студенты занимаются исследованиями, как вот те, которые работают у Александра Владимировича, они могут перейти в компанию, да и, в принципе, его компания. Это все-таки, наверное, центр R&D. Ребята, выполняющие научные проекты, они как раз прям вот… уже, правда, такими еще не являются, но руководителями вот исследовательской группы либо креативной группы, да. Вы же передаете свои компетенции. Ну, а как вы относитесь, Александр Владимирович, вот к стремлениям ребят, которые заканчивают бакалаврят, вот к своему месту в компании, которую они выбрали? Я хочу быть руководителем, да, или я хочу быть… Я… мы с вами предварительно говорили, вот, что лучше быть руководителем или уникальным специалистом. Да, на самом деле, и то, и то интересно вопрос, что ему больше нравится, да. Если вот, там, поговорить о уникальных, да, там, инженерных кадрах, то я могу просто привести пример. У меня есть коллега, который не стал большим руководителем, но он стал очень уникальным инженером. Причем я не могу сказать, что то направление, которое он выбрал, является, там, дико уникальным. Это экстракция металла, в частности, экстракция меди. Так вот, человек прошел путь от обычного, скажем так, технолога на предприятии, вырос до главного технолога этого предприятия, и после этого стал очень сильно востребован. На текущий момент живет в Австралии, получает зарплату, там, больше 20 тысяч долларов, и припеваючи себе живет, при этом не имея абсолютно никаким образом никаких проблем, которые имеет перед собой каждый руководитель. Потому что это тоже, на самом деле, очень большая негативная сторона, быть руководителем, тем более большим руководителем. На тебя сваливается очень много проблем, которые, скажем так, к прямому руководству, теми промышленными активами, которыми ты занимаешься, не особо имеют. Вот, и я сторонник того, чтобы все-таки ребята смотрели не только на то, что я хочу там стать большим руководителем, а еще и на то, чтобы они стремились развиваться в каком-то направлении, которое бы позволило им стать уникальным специалистом. На самом деле, возможности такие есть абсолютно у любого человека, и можно взять даже те отрасли, которые кажутся, что там много таких специалистов. Но вопрос в том, всегда есть там те люди, которые способны генерировать какие-то новые вещи, которые имеют большой производственный опыт. То есть, наверное, важно не бояться идти, брать в руки, что называется, лом кувалду в случае металлурга, если говорить, да, и идти опознавать там прелести, специальности уже непосредственно предприятия, и вырастать в человеке, который действительно обладает уникальными компетенциями, который может потом быть востребован с точки зрения там запуска предприятий. То есть вот парень, о котором я рассказываю, он сейчас там буквально таких как он, специалистов такого уровня, как он, ну по всей планете, наверное, человек 15. Вот, хотя он был там обычным студентом, выпускником обычного вуза, но вот настолько глубоко прокачался, что стал настолько востребованным. Поэтому не только бы хотелось, чтобы ребята стремились к тому, чтобы быть руководителем, но еще и действительно уникальным специалистом. Ну, в принципе, хороший как бы вариант, но я там тоже по себе могу судить. То есть я в свое время хотел выбрать направление там специальность, которая более широкого плана, но меня вот куратор, мой наставник, как бы отговорил. И тоже можно сказать, что вот ситуация вполне лучше себя чувствовать нужным, чем востребованным. Ну, в принципе, вот Михаил Владимирович, как мы нашим абитуриентам говорим и их родителям, в том, что наши выпускники получают там нашим не родным языком hard skills и soft skills, то есть знания и пусть будут человеческие качества. Вот в компании, которая занимается дизайном, промышленным дизайном, вот важна работа в команде. И вот с вашей точки зрения, какие вот эти soft skills, человеческие качества, ну, не только человеческие качества, то есть какие-то дополнительные необязательные знания должны обладать ваши будущие работники? Ну, вообще, да, на самом деле, сейчас это довольно такое выражение уже устоявшегося soft skills, но на самом деле это вполне себе стандартный набор таких качеств. Это ответственность, это коммуникабельность, это если что-то идет не так, не бояться в этом сознаться, не бояться сказать честно, не бояться позвонить по телефону, допустим, руководителю или заказчику, или товарищу, или кому-то еще. Не бояться получить по шапке. Не бояться получить по шапке, да. И даже лучше еще, если ты в ходе обучения уже получил по шапке, а лучше если не один раз, и понимаешь, к чему это ведет. Только это делает тебя сильнее, действительно. Да, закаляет и набираешься опыта. Это понимание о том, как распроедиться своим временем коллег, как распроедиться средствами, которые выделены на проект, допустим, как продавить свою точку зрения, если она, на ваш взгляд, правильная. В общем, как быть хорошим человеком? Это если совсем полностью все вопросить. Или скорее, как не быть плохим человеком в команде? Вот все soft skills направлены на то, чтобы ты не был ненужным внутри своего коллектива. Вот это важный момент. Мне очень важно от вас, если коротко, мы понимаем, что у наших студентов есть занятия. То есть у них есть учебное время. У них есть внеучебное время, но внеучебное время это когда они выполняют занятия вне аудитории. А есть еще свободное время, которое они могут тратить по-разному. Они могут ходить в театры, могут ходить в кино, они могут заниматься спортом, они могут в ДК, в Мессиси ходить в различные кружки, они могут петь в академическом хоре. Как, с вашей точки зрения, какой для вашего научного коллектива, какой вид его деятельности свободный, подошел бы к вам? Пришел бы человек, говорит, я футбол гонял, а я ходил по театрам. Ну, тут смотрите, как вот до этого было сказано, необходимо создавать, скажем так, центры притяжения молодежи. И, собственно, если кто-то там ходит на какие-то кружки, никто не мешает ему ходить на кружок металлургии или машиностроения. Как было до этого сказано, есть очень хорошая практика созданием того же студенческого конструкторского бюро. Я, допустим, прошел путь, когда меня увлекла лаборатория, когда я своими ручками шел в лабораторию, плавил какие-то материалы, получал какие-то продукты, которые потом, по сути дела, из камня получал металл. Для меня это была вообще магия, и меня это очень сильно увлекало. Конечно же, нужно ставить интересные задачи в рамках этой всей истории для ребят для того, чтобы они увлекались, были внутренне мотивированы действительно взять вот этот камень и превратить вот в этот металл. И тогда, мне кажется, как раз-таки вот эта увлеченность позволит максимально глубоко проникаться прелестями профессии и выходить на тот уровень, о котором я ранее говорил, чтобы стать уникальным специалистом. Именно свой собственный опыт, именно лаборатория меня закалила, сделала из меня специалистом, которому впоследствии удалось более глубоко развиваться в тех направлениях, которыми мы сейчас занимаемся, уже на уровне компании и создать уже компанию, которая действительно работает со всеми крупнейшими предприятиями отраслей и успешно реализовывать для них проекты. Ну, Михаил Владимирович, а вы взяли вот, который пел бы в академическом хоре или ходил там бальными танцами, бальными танцами занимался? Ну, если он хороший специалист, то хоть чем. Он может делать все что угодно в свободное время, вообще не принципиально. Главное, чтобы у него было чем заняться в это свободное время. Там уже он вольно выбирает все что угодно. Хочет бальные танцы, хочет хоккей, хочет академический хор, хочет прогулки. Но если у него есть возможность при своем увлечении, допустим, инженерной графикой какой-то из этих дней или какого-то из этого времени выделить под более глубокое познание того, что ему нравится, это очень хорошо. Опять же, обязательно ли это или нет, я думаю, это не обязательно, потому что, тем более для ребят, которые иногородние абитуриенты, когда приезжаешь в Москву, то, естественно, каждый вечер у тебя занят, мне кажется, другими делами. Да, да, да. Но, тем не менее, если тебе понравилось что-то в ходе обучения, и ты понимаешь, что лучше бы это каким-то образом развить, то найти друзей можно и в этой сфере, обучаясь в Экотехе. Я окунулся в свои студенческие годы, я на первом курсе пел в академическом хоре, почему я так и сказал там, занимался парашютным спортом и ходил в театры. Это было на первом курсе. И другое дело, какое полезно для инженера. Со второго курса уже как бы из компьютерной лаборатории я не вылезал. В общем, все это сначала было для души, потом для развития головы, и поехало все в перемешку. Ну вот у нас еще есть время, и есть вопросы, есть классические вопросы от абитуриентов, которые к нам присылают. То, что специфическое для вас, я попробую вас как бы помучить. Ну, вопрос для меня, возможно ли перевестись на другое направление в течение образования бакалавриата. Ну, вообще, в МИССИ по техническим направлениям сделано это специально, чтобы наш студент или абитуриент, который выбрал какое-то направление, смог сменить свою траекторию образования. Причем она касается не только внутри направления, но и между институтами. Первый курс по техническим направлениям позволяет свободно перемещаться при наличии вакантных мест. Не все выдерживают такой темп обучения, и перевестись нет никаких проблем. Можно ли поступить в институт икотехсхимии? Можно с химией, можно с информатикой, можно с физикой. И это как раз исходя из наших востребованностей производства в ближайшие четыре года. И сейчас мы понимаем, что мы можем под конкретного работодателя с базовыми знаниями. То есть мы научим, если есть химия, нет физики, научим физики. Если нет, то информатики, научим информатики и так далее. Здесь важно, чтобы... Как сказал Михаил, быть хорошим человеком. Быть хорошим человеком, да. Какие направления подготовки самые востребованные? Все, что есть, все востребовано. Пожалуйста, вот пример, вот металлург. Вошли в обучение два металлурга. Дальше они уже определились с тем, Михаил стал машиностроителем. Проблем нет. Все зависит от задач и желания, то есть то, к чему лежит душа. Ну да, я более чем металлургом еще освоил обогащение и горную промышленность. Вот, видишь. А вот всегда мне вопрос, который... Я-то не могу на него, наверное, ответить. А вот абитуриент приходит и говорит, почему я должен выбрать институт эко-тех? Почему? Ну, почему? Потому что у вас есть возможность стать созидателем. Любая техническая специальность, вообще, в принципе, да, там, звание инженера, на мой взгляд, это, скажем так, уникальная возможность называть себя человеком, который действительно что-то полезное всегда делает. Есть даже какая-то такая... Мемчик в интернете по поводу того, что военные занимаются тем, что иногда воюют, да, там, финансисты, тем, что, там, считают деньги. И только инженеры при всем при этом занимаются исключительно полезной деятельностью, направленной на созидание. Вот у вас есть возможность стать созидателями и что-то полезное обязательно делать для общества. Михаил Владимирович, вот как раз в тему вопрос, где я буду проходить практику? Угу. У нас. Ну, на самом деле... И у нас. Много ребят проходит практику действительно у нас, и много из них остается работать у нас. То есть, опять же, мы берем на работу ребят и даже в бакалавриате, и наши сотрудники являются их научными руководителями, потому что у нас сейчас очень много на кафедре преподавателей, которые работают у нас в компании непосредственно. Естественно, когда у тебя научный руководитель именно человек из рынка, из индустрии, ты уже набираешься опыта с утроенной силой, так скажем. Это один вариант. Пройти практику в компании, которая относительно небольшая, у нас до 50 человек, ну, средняя такая организация. Тем не менее, уже плотно стоящий на ногах уже порядка 10 лет. Другие варианты, крупные предприятия типа НЛМК, Северстали, не знаю, допустим, Магнитогорского металлургического комбината, различные металлургические компании. И технологические организации типа Сбера, Яндекса, Mail.ru группы, потому что практически во всех технологических гигантах сейчас образовываются инженерные подразделения. Не только айтишные, чтобы разрабатывать приложения или что-то еще, но и инженерные для того, чтобы связывать то, что сделали программисты со своими какими-то определенными разработками. И кроме того, мы же понимаем, что сейчас 2023 год и 2022, который был до этого, ну и вообще много лет до этого, Россия живет в таких условиях, которые так или иначе обязывают ее обрастать хорошими инженерами, которые будут делать то, чего сейчас в ней по тем или иным причинам нет. То есть я говорю в большей части про импортозамещение, про то, что необходимо развивать свои производственные технологии, свои, выпускать какие-то приборы, инструменты, оборудование, в том числе лабораторное, сложное. И очевидно, что если инженер, который будет хорошо обучаться в университете и у которого появятся необходимые навыки, он точно не останется без работы в перспективе ближайших лет в России. Вот как раз Михаил Владимирович ответил на один из вопросов тоже животрепещущих абитуриентов. Есть ли у первокурсников возможность стажироваться? Ну, у первокурсников стажироваться, у студентов возможность стажироваться есть. Вот как Михаил Владимирович сказал, что приходят к ним на практику, то есть практика и учебный процесс. Стажировка проводится вне учебного процесса, и, как было сказано, ребята, которым нравится, которые устраивают работодателя, они могут на каникулы остаться на стажировках, стажироваться дальше. У Александра Владимировича практика не уже другая, свободное время от учебы. Студенты приходят в лабораторию, выполняют научные проекты, то есть стажировка вполне возможна. Вопрос только первый курс. Ну, допустим, Михаил Владимирович, да. То есть вот пример, который приводил, что ребята уже могут конструировать свои, воплощать идеи, их на некоторые работы можно допускать. А у вас, вы согласитесь, как вот? По первой курсу-то? Ну, первый курс, наверное, слегка рановато по причине того, что нужно все-таки чуть-чуть обрасти знаниями, потому что мы занимаемся довольно-таки, ну, скажем, не то чтобы специфичными вещами, но их нужно как минимум визуализировать, да, там, понять. Знание, наверное, там, базовой химии не дает возможности уже, что называется, там, рассуждать, по крайней мере, на те темы, которые у нас обычно, так сказать, являются наиболее актуальными. Вот. Конечно же, можно прийти, там, поработать в лаборатории, но вам будет все равно еще не так интересно, потому что только после того, как вы уложите, там, первичную базу понимания, это, скорее всего, вот уже, ну, идеальное, конечно, время прихода к нам, это, наверное, только после третьего курса. Точнее, даже после второго курса, да, когда вы прошли уже основные предметы, когда вас помучила жизнь и вы узнали, что же все-таки такое физхимия и чем отличается она от физики и от химии, вот, да, это такая уже комбинация. И вот в этот момент, когда вы уже понимаете суть происходящего на молекулярном уровне, да, можно уже к нам приходить и, действительно, это будет затягивать. Потому что, вот, ну, у меня именно такой путь. Я после третьего, ну, на третьем курсе, фактически, пришел в лабораторию, меня это утянуло, все три года я не вылазил из нее, несмотря на то, что в Москве много соблазнов, вот, и на это время находилась. И, собственно, по итогу, вот, имею то, что имею. Иван Ильич, вот, если бы у вас был выбор, пришел бы у вас первокурсник, который поступил после колледжа, ну, после техникума, и тот, который пришел после школы. Вот, как вы думаете, кого больше шансов? После техникума. Больше шансов у того, кто после техникума, потому что он уже знает хотя бы, его уже сформировали, его стремление именно к изучению какой-то технологии, техники, у него уже есть технический склад ума и такое техническое образование. Сейчас, на самом деле, многие школьники, которые приходят и которые приходят в университет, они уже обладают этим набором навыков, потому что некоторые школы уже сейчас обучают и 3D-печати, и лазерные резки, и всему остальному. То есть, находясь в школе, ребенок может уже это изучить. Если такой ребенок приходит, естественно, мы и ему рады. Но, вообще, рады всем, на самом деле, но если вопрос, кто из этих двух, то, конечно, после техникума, после колледжа. Ну, собственно, вот случай, тоже детственный нам, да, когда уже человек, есть какая-то база, с ним, что называется, гораздо больше каши сваришь. Хотя, опять же, повторюсь, то есть, никоим образом не отметаю историю по поводу стремления человека с первого курса уже приходить и во что-то вникать. Ну, наверное, конечно, этот человек гораздо быстрее будет развиваться, нежели чем свои сверстники, и уже на третьем курсе будет, ну, там, на совершенно ином качественном уровне, нежели чем его сверстники. Я к чему это спросил? Потому что мы специально для тех, кто поступает к нам после техникума, проводим экзамены. То есть, им ЕГЭ не надо. То есть, у них, как бы, русский язык по форме ЕГЭ, и еще два предмета — это инженерное дело и, соответственно, естественные науки. Вот два предмета. То есть, мы понимаем о том, что ребята уже имеют мотивацию, то есть, у них есть некоторые базовые знания, и если они их умеют, как бы, реализовать, они их могут показать, то они подходят для дальнейшего обучения. То есть, как раз вот есть разница между отбором по знаниям, с которым к нам приходят ребята. Сколько дней в неделю я буду обучаться? Сколько в среднем пар в день? Александр, ты не помнишь, сколько у тебя было в среднем пар в день? У меня было пять дней в неделю, иногда даже шесть, в зависимости от семестра. И у меня было не меньше, ну, четыре пары — это прям совсем было очень редко. В основном пять-шесть пар в день. Ну, примерно то же самое. То же самое, да. Ну, спасибо всем. Чем больше пар, тем лучше, так могу сказать, по прошествии времени. Ну, это, конечно, хорошо, когда мы преподаватели, а вообще спать-то тоже ребятам надо иногда. У студента 36 часов в сутках, поэтому он успеет всё. И для того, чтобы влиться в эту атмосферу, понять, что происходит вокруг вас, в каком коллективе, в каких лабораториях и с каким оборудованием. У вас есть возможность записаться на экскурсии на сайте и, соответственно, когда будет сформирована группа, приходите, мы вас приглашаем и покажем всё, что мы вам говорили. Вы, может быть, даже и можете поучаствовать непосредственно в каком-то научном исследовании, если в это время научный коллектив лаборатории будет проводить исследование с соблюдением необходимых средств безопасности. Так что не бойтесь приходить на экскурсию. Если вы зайдёте в наш храм науки, он вам понравится, и вы здесь останетесь. И будете приходить после поступления только домой поспать, а всё своё время проводить в наших стенах. Спасибо, что вы были с нами. Мы вас ждём. До свидания. Всего доброго. До свидания. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...